Сегодня я хочу рассказать, как связать чехольчик, грелочку на чашечку. Я увидела такую интересную вещицу в интернете и решила вам тоже показать. Единственное, что я кармашек заменила сердечком. Так сказать, может быть, кому-то понадобится идейка для 14 февраля. Можете елочку какую-то придумать на Новый год. Ну, то есть, в принципе, так сказать, я закрепила только одну ручку. Вторая ручка, вот она у меня где-то просто. Я решила ее не пришивать, никуда ее не девать, так как я захочу, допустим, помыть чашечку после чая, а чехольчик мочить не хочу. Итак, кто хочет такую себе грелочку на чашечку, давайте начнем вязать, приступим. Единственное, что я вам хочу посоветовать, я взяла чашечку своей любимой фирмы LUMINAR, а она идет зауженная к низу. То есть, сверху она шире, снизу она немножечко уже. Я вам посоветовала бы взять основу ровную, просто классическую чашечку, потому что вот у меня здесь, конечно, она не сильно ерзает, но немножечко как-то вот эффект спадания. Поэтому я решила снизу немножечко, вот здесь буквально несколько петельчик убивать. Ну, это все в ходе вязания, поэтому давайте приступим, ровных петель к нам, давайте приступим. К работе нам нужно ниточки пряжи, я взяла основной цвет, у меня будет розовый, так как это предыдущая была красно-розовая, я решила вторую вязать розово-красный. Основной цвет розовый я взяла, остаточки красной пряжи, нам нужны две одинаковые спицы, я взяла троечку чулочных обычных маленьких, нужен будет крючочек, ножнички и иголочка. Ну, иголочка у нас для пришивания деталей маленьких, поэтому приступим. Так как у меня основная пряжа основного цвета, розового будет, грелочка, поэтому я беру розовый и набираю 56 петель. Итак, приступим. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 11, 12, 13, 14. Я думаю, вы без проблем наберете классическим способом 56 петель, поэтому встретимся, когда вы их провяжите. После того, как набрали 56 петель на спицу, одну вытягиваем и начинаем первый ряд. Коротенькую к себе ниточку на пальчик одеваем в длину. Первую петельку снимаем, следующую лицевую, дальше 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И так до конца ряда формируем резиночку 2х2. Смотрите внимательно, от первого ряда зависит, насколько будет аккуратная наша резиночка. Две лицевые, 2 изнаночные. Итак, нам нужно провязать 4 рядочка, формируя резинку 2х2. То есть, в этом ряду вы провязываете 2 лицевые, 2 изнаночные, переворачиваете и вяжете по рисунку. Смотрите, где были 2 лицевые, вяжете лицевыми. Где были 2 изнаночные, вяжете изнаночными. То есть, как бы, формируете резинку 2х2. Так нужно провязать 4 ряда. Мы провязали 4 ряда резинкой 2х2. Теперь приступаем к узору лицевая гладь. Так как я хочу, чтобы у меня был краешек на лицевой стороне чашечки, такой вот красивой косичкой, то я начну с этой стороны лицевую гладь, как бы, там, где наши зубчики. Ну, так сказать, если правильно, то вот это лицевой ряд. Но я хочу, чтобы край был все-таки аккуратненьким. И начинаете формировать лицевую гладь. То есть, этот ряд вяжете полностью изнаночными. Я для того, чтобы были красивые на той стороне косички, я переворачиваю петли. Смотрите, они у нас были повернуты, но только лицевые петли. Они у нас были повернуты. В общем, получается, я вязала лицевую за заднюю стенку, поэтому я их поворачиваю. Вот этот бабушкин способ делаем. Вот, поворачиваю, чтобы они у нас... Изнаночные провязывали изнаночные, как и раньше, а лицевые переворачиваю, провязывая за, получается, за заднюю стенку. Либо просто сразу провязываете за заднюю стенку. Ну, мне так немножечко неудобно. У меня тоненькие сейчас спицы, и нервные. Соскальниваю. Я буду переворачивать. Первый ряд провязываете полностью изнаночной. Обязательно переворачиваете петли. Почему? Потому что у нас с лицевой стороны будет очень, ну, как бы, неровные косички, если они переворачиваются. Поэтому полностью ряд вяжете изнаночными. Я сейчас поменяю фон, потому что я смотрю, что лицевые... Светлое полотно на светлом очень сливается. Поэтому я сейчас поменяю полотно и покажу вам, что мы будем делать дальше. Провязав первый ряд изнаночными петлями, мы переворачиваем и дальше целый ряд вяжем второй, получается, уже лицевыми. Полностью весь. Тем самым формируем нашу лицевую гладь. Все-все петли уже ничего не переворачиваем, не меняем. Просто за заднюю стеночку провязываем лицевыми. Так нам нужно провязать лицевой гладью всего 17 рядов. Так как мы сейчас вяжем второй, то, провязав его до конца, остается 15 рядочков. Когда провяжете 15 рядочков, продолжим, что будем делать дальше. Я вам расскажу. Итак, после того, как вы провязали 17 рядов лицевой гладью, нужно будет снова сформировать бензиночку 2х2. Я для того, чтобы у меня... В общем, у меня кружечка немножечко идет на заужение. Я вам говорила первоначально. Я немножечко в 17 ряду каждую, получается, пятую-шестую петельку провязывала вместе. То есть провязывала 4 лицевых и пятую-шестую вместе одной лицевой. Вот. Немножечко сузила книгу для того, чтобы у меня не сильно была широкая грелочка. И теперь переворачиваю на изнаночную сторону, то у нас 18 ряд получается от лицевой. И формирую нашу резинку. То есть как первоначально я делала 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. И так далее. Я делаю до конца ряда. И снова получается 4 рядочка. Формируя резинкой 2 на 2. Проверяйте обязательно, чтобы у вас было все нормальненько. И встретимся с вами через 4 рядочка. Мы провязали 4 ряда резинки 2 на 2 в нижней части. И на изнаночной стороне мы сейчас будем закрывать петлю. Итак, смотрите. Первую петелечку снимаете. У вас вторая, ну, к примеру, лицевая. Вы ее так и провязываете лицевой. И продеваете через первую. Следующая у меня идет изнаночная. Я ее провязываю изнаночной. И так же вот сверху накидываю. Получается, та петелечка у меня внутри. Вторая. Дальше, смотрите, изнаночная. Снова наверх накидываю. Продеваю. Теперь лицевая. Лицевой провязываю. То есть, смотрите. Те петелечки, которые лицевые, так и провязываете их лицевые. Не те, которые изнаночные, так и провязываете. Но делаете протяжку. Заканчиваете. Так делайте до конца ряда. Лицевая протяжка. Лицевая протяжка. Изнаночная протяжка. Изнаночная протяжка. Лицевая протяжка. Лицевая протяжка. Изнаночная протяжка. до конца ряда таким образом для чего нам нужно петлями такими вот закрывать для того чтобы смотрите у нас со лицевой стороны будет очень красиво резиночка закрыта смотрите ну то есть как сверху у нас так и снизу то есть все очень аккуратненько выглядит очень красивенько выглядит в общем так нам нужно закрыть таким образом до конца ряда вот такая основка у нас получилось она немножечко такая вытянутая внутри но это ничего страшного у нас все равно на чашечку будет натягиваться вот такой вид будет иметь основа и теперь смотрите обрезаете ниточку только они не совсем коротко где-то сантиметров 10 оставляете протягиваете эти петелечки все вытягиваете аккуратненько и теперь смотрите выворачиваете на изнаночную сторону вот этой стороной соединяете краешки и смотрите что нам нужно сделать у нас осталась ниточка от набора петель коротенько и теперь мы обрезали не слишком коротко оставили вот этими кончиками нашими нам нужно по краям зашить либо крючочком закончить краешки по две-три петелечки то есть я буду закрыла по две ну так вот вот как раз на уровне резинки нам нужно их сшить вот оставить вот такой вот промежуточек дырочку формировать нашу основу уже по чашечке вот здесь сшить нужно и после того как вы сошьете мы будем уже декорировать так скажем вот эту вот дословку и придавать ей вот такой вот замечательный вид добавлять будем эти всякие рукавчики штучки и встретимся с вами во второй части